1 сентября Благовещенске откроются богословские курсы, слушатели которых смогут получить начальное или среднее богословское образование. Причем, как говорит Амурское духовенство, проект этот нацелен на тех, кто хочет в будущем стать священниками. И сегодня о нем подробнее мы поговорим с епископом Благовещенским Тынинским Лукеаном. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте, Игорь. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Вот эти курсы, мы с вами как-то помнится, о них уже говорили в одной из наших программ. Да, мы говорили уже не раз. Напомните, насколько у нас дефицит священников. Почему вдруг вы решили эти курсы открыть? Ну, во-первых, курсы будут рассчитаны не только для кандидатов в священнослужители. Они будут более для широкой публики открыты и доступны. Потому что на этих курсах будут преподавать не только основы вероучения, литургики, практические основы богослужебные. Но мы параллельно открываем иконописный класс. Это класс, где могут желающие или любители рисовать, получить образование и навыки иконописи, живописи. Но именно в церковной традиции. Регинский класс – это музыкальное отделение. Потому что мы должны готовить не только священнослужителей, но еще и регентов и музыкально образованных, рамотных в церковном плане людей и молодежь. Поэтому мы будем приветствовать всех, кому это будет интересно. Но не обязательно, что всякий слушатель или учащийся обязательно должен стать священнослужителем. Это не обязательно. Но то, что это будут православные – это точно. Это однозначно, потому что сегодня мы считаем, что такое специфическое, специальное образование должны получить те, кто проявляет себя в храмах, в церквях, церковнослужители, священнослужители. У нас тоже есть проблемы с образованием. И поэтому эти курсы будут такого широкого плана для желающих. Но в основном, конечно, мы будем приветствовать молодежь, потому что молодежи – это нужнее на первом этапе. А так будут также у нас курсы и для взрослых, и для людей возраста. Это уже происходит в нашей епархии. Но сейчас мы бы, конечно, приветствовали тех, кто хотел бы посвятить свою жизнь именно служению. Служению церкви, служению обществу, но с позиции православия. Владыка, скажите, ну, получается, что любой человек может принять участие или все-таки именно православный? Нет, конечно, православный христианин, у которого будут рекомендации приходского священника или епископа. То есть я не смог прийти на эти курсы, записаться, если вдруг хочу… Нет, вы сможете. Если у вас есть желание, вы пройдете собеседование и выяснится за время этой беседы, надо вам это или не надо, насколько это сильное желание и зачем это вообще. Ну, а если выражаясь современным молодежным сленгом, просто по приколу? Нет, по приколу у нас никто не пройдет, потому что, по сути, это будут затраты Благовещенской епархии. Если мы будем затрачиваться на дело, то каких-то бездельников или сквозняковых людей нам совершенно не надо. Нам некогда заниматься вот такими, ну, можно сказать, пустыми делами. Нам надо работать. Мы хотели бы, если учиться, так учиться. Работать, так работать. А вот как-то так это не пройдет. То есть обучение, как вы говорите, будут затраты, то есть будет нести все затраты епархии. Для слушателей они бесплатны. Для слушателей они будут бесплатны. Мы приветствуем юноши, особенно с провинции нашей области. Для них у нас будет подоставлено общежитие. Это подворье Гаврила Архангельское в нашем городе. Это подворье нашего Свято-Троицкого монастыря. Там будет располагаться общежитие для юношей и даже для священнослужителей, которые будут приезжать на обучение к нам в центр, в город Благовещенск, на наши богословские курсы. Они там будут проживать и там будут питаться. Это все будет пойти по семинариям. То есть человек будет не в свободное от работы время, а будет, грубо говоря, с утра и до обеда? Ну, у нас будут в основном вечерние занятия, поскольку это все будут люди заняты. Кто-то будет учиться в других учебных заведениях и работать. А вечером вот они будут учиться на наших богословских курсах. Мы планируем так, что это будет проходить два или три раза в неделю в вечернее время. При всем том, что это будет вечернее время, это будет очень удобно для всех, потому что и среди наших преподавателей будут люди, которые заняты будут на других работах. Поэтому вечернее время будет удобно для всех. А вообще, есть ли какая-то обязанность у этих обучаемых потом что-то сделать епархии взамен потраченных на нее денег? Ну, мы не будем брать никакие расписки и подписки, что человек именно после обучения станет конкретно священнослужителем. Но мы будем надеяться на то, что вот по совести человек, получив образование и проявляет такое желание получить образование для того, чтобы служить церкви и обществу, он обязательно это и сделает после окончания. Но срок не оговорился там в течение года, трех, пяти, десяти. Нет, не оговорился. Почему? Потому что учащиеся могут быть с разными способностями. Кто-то более смыкалистей и развитие, так сказать, интеллектуально, кто-то послабее. Поэтому мы будем смотреть по уровню образования, возможности человека. И если кто-то заранее захочет принять сан-священнослужителя, то он может принять сан-священнослужителя и дальше продолжить образование. А сколько будут длиться эти курсы по времени? Ну, они рассчитаны у нас на два года. Они будут такого ускоренного порядка. По сути, это семинарская программа. Но потом, после обучения на наших курсах, человек может продолжить свое дальше духовное образование в семинаре или академии, если у него появится такое желание. А, то есть, получается, будут они сдавать также экзамены или тесты? Ну, в свое родное, это будут тесты, потому что мы идем по одной и той же программе, как и семинарии вообще русской православной церкви. Поэтому мы особо отличаться ничем не будем. Делать только тем, что мы сэкономим время, возможности наших учащихся. То, что им не надо будет выезжать в Хабаровск, например, или в ту же Читу. Это далеко и сегодня накладно материально для многих, особенно для людей из провинции, где заработки небольшие. А каков будет преподавательский состав? То есть, это будут все наши амурские преподаватели или приглашенные? Нет, у нас будут и приглашенные, и амурчане. В настоящее время мы пока определились с теми, кто у нас есть в Влаговещенской епархии. Это специалисты, которые приехали к нам из Санкт-Петербурга, и те, кто уже получил образование в других семинариях, там, Московской, Хабаровской. А так, мы надеемся, что будут специалисты из наших учебных заведений, особенно то, что касается истории, философии. У нас есть прекрасные специалисты в учебных заведениях, поэтому мы их будем просить также принимать участие. То есть, обычных светских преподавателей? Да, обычных светских преподавателей. То есть, я так понимаю, что будут не просто духовные какие-то предметы? Конечно, дисциплины будут разные, особенно история края, например. Ведь сегодня мы тоже знаем, что это проблема для очень многих учебных заведений. Мы можем изучать большую историю Российской Федерации или историю Отечества, но очень мало знать совершенно о своем крае. А наш край особо историчен и пограничен с другим государством. И очень обидно, когда молодые люди совершенно не знают истории своего края, а самое главное, в дальнейшем, в своей жизни или служении, или работе, они даже не учитывают специфику историческую и действительность того, где мы находимся, на какой земле. Поэтому это очень важно. А для священнослужителей это особенно. Владыка, ну смотрите, не спроставить возникло это желание, а эти курсы, чтобы здесь появились. То есть, есть какая-то нужда во священниках. И вот каков сейчас дефицит? Я повторюсь, действительно, нужда в священниках у нас есть, очень большая. Но с другой стороны, нужда еще заключается в том, что мы хотели бы видеть молодых людей, не просто верующих, не просто интересующихся, но тех, кто мог бы получить какое-то, ну я бы сказал, православное образование в свете православия. Потому что сегодня, как вы прекрасно представляете, получив светское образование, но можно получить его как-то однобоко. Оно бывает недостаточно. И когда человек приходит в церковь, а церковь наша, ее особенность православной церкви, это не просто религиозная организация, где только есть основа веры. Церковь, помимо этого, еще очень исторична, и на ней завязан огромнейший пласт до сегодняшнего времени культуры нашего Отечества. И поэтому, когда молодые люди просто знают молитвы, хорошо знают священное писание, да, это хорошо. Но если совершенно отсутствует понимание исторического такого видения и измерения, то это плохо. А в области культуры и традиций это вообще трагедия. Ведь сегодня это где-то отмирает, а оно бывает очень необходимо, потому что православие, это такая, можно сказать, для нашего Отечества, это такая полная какая-то универсальная религия, где есть все и впитывается все. И когда человек однобоко подойдет, это как-то будет неправильно. Поэтому очень важно, чтобы молодые люди, верующие люди, и даже те, кто в возрасте, чтобы они понимали, что быть верующим, это не просто только знать Евангелие и молитвы, но еще быть объективным человеком с образованием, знать какие-то, ну, назовем, элементарные науки, без которых просто нельзя жить на этом белом свете. Ну, вы же с вами сказали, что люди, которые поступят на эти курсы, они, ну, не обязательно, но должны будут сделаться священниками. И тем самым вы говорите, что нужна молодежь. Ну, таким образом получается, что эта молодежь станет священниками, но они будут, можно сказать, потеряны для общества, как светские люди. Нет, у вас так интересно звучит, они могут быть потеряны для общества. Как светские люди. Как светские люди. Но понятие светскость, знаете, сегодня это, ну, как-то, это можно применить, применение, наверное, каким-то сектам, которые целиком отрываются от жизни. Я имею в виду, что он может перестать быть там инженером, преподавателем, еще кем-то, и он должен будет стать священником. И, понимаете, ну, не все могут быть космонавтами и президентами. Помните, да, когда рождаются детки, и потом чуть-чуть взрослые, и их спрашивают, кем ты хочешь быть. Одни говорят, космонавтам, ну, особенно в советское время, это были самые такие вот заветные мечты. Сегодня наше общество настолько осознало, что без православия никак, и это наша история, это как бы такая общая судьба, от которой не денешься, и очень большой спрос на священнослужителей. Вот куда я не поеду, какое село, город, народ просит, дайте нам священника. Те же воинские части, обычные даже глухие деревни, вот я только вчера вернулся из Серышева, где тоже Серышевский приход окормляет еще три прихода. Священника просто физически не хватает, он разрывается. И мне задают вопрос, ну, почему вы нам не даете священника? И опять-таки, священник не измеряется только богослужениями, да, или проповедью Слово Божие. Священник — это еще полноправный член того же общества, где он будет находиться. Когда вы говорите о светскости, мне кажется, никто другой, как мы сегодня светские. Даже я, епископ, или те же монахи, которым сегодня некогда сидеть в монастырях, они поднимают и отстраивают памятники архитектуры, да, то, что передали церкви на наше полное содержание, или просто в аренду. Мы сегодня возрождаем тот пласт культуры, который пытался исчезнуть, да, или кто-то уничтожит целенаправленно. Мы сегодня очень много делаем для нашего общества настолько, что мы порой уже себя не отделяем от светского общества. Мы наравне работаем и приносим вот такую, вот, так сказать, и духовную, и культурную пользу. И поэтому, когда мы говорим о том, что сегодня нужны священнослужители, образованные священнослужители, то это делают не ради какого-то удовольствия, для того, чтобы умничать, какой образованный, или у меня 5-6 дипломов в рамочке там дома, что вот я такая умница, а для того, чтобы они работали на это так называемое светское общество. Церковь не разделяет светское или там церковное общество. В любом обществе есть верующие и неверующие, и мы видим это общество, даже светское, как нормальных верующих, крещеных людей. Другое дело то, что они могут быть в какой-то мере меньше или больше просвещены духовно, но это как бы такие личные проблемы, с этим люди сами справляются, и с помощью церкви, и борются, и совершенствуются. Это все дело как бы такого процесса. Поэтому то, что мы делаем, и то, что мы не выхватываем у общества, у светского общества молодых людей для того, чтобы они были только церковными. Мы просто хотим им дать более специальное образование для того, чтобы эти молодые люди вернули же в это общество и могли ответить на вопросы, которые возникают у этого общества. А вот тогда такой пример приведу. Вы, так как сам родом из Петербурга, я думаю, знаете такую рок-группу «Ленинград». Да. И знаете ее лидера Сергея Шнурова. Не так давно я посмотрел у наших коллег на НТВ «Школу злословия», с ним же в главной роли, то есть он был главным приглашенным гостем, и выяснилось, что у него законченная духовная семинария. То есть человек получил духовное образование в семинарии, он, по-моему, как раз изучал православие, другие религии, умнейший абсолютный человек, но со сцены этого не скажешь, мягко говоря. А вот не будет ли такого повторения? Нет, я хочу вам сказать, дело в том, что церковь преследует в первую очередь и образование, и воспитание. Я думаю, что это будет у нас получаться одновременно. С другой стороны, само образование еще не дает права быть священнослужителем. Понимаете? Вот эта особенность есть только, ну не только, и в католицизме тоже, если не будет личного благочестия, если не будет личной порядочности и устремления как к цели быть священнослужителем. Все прекрасно знают, что духовное образование, которое получается там в семинариях, академиях духовных, это самое лучшее гуманитарное образование, которое, наверное, сегодня есть у нас в Отечестве, можно так сказать. И поэтому, ну так считалось, по крайней мере, в советское время, и поэтому очень многие хотели, чтобы их дети заканчивали духовные семинарии, академии, а потом они могут определяться по жизни, как посчитают нужным. И опять-таки, церковь не была против, потому что за время обучения человек мог приходить к многим интересным заключениям, решающим в его жизни. И поэтому образование никогда не плохо. То, как что выберет человек в дальнейшем, это уже его личные проблемы. С другой стороны, в Русской Православной Церкви посвящаются не в силу того, что человек образовывал, имеет образование, или закончил там и получил аттестаты, диплом и прочее, а за благочестие, за образ жизни, за порядочный, благочестивый образ жизни. И это очень справедливо. И тут уже таким добавочным является образование. Потому что само образование не дает права быть священнослужителем. Смотрите, ну вы говорите, что необходима молодежь, то есть новая кровь, грубо говоря, церкви, новые мозги. А сейчас мы видим, что священниками очень часто становятся люди в возрасте. В связи с этим у меня вопрос, как не у церковного человека к вам, а каким лучшим священником может стать человек? То есть вот возьмем молодого человека, который, ну по сути, не нюхал пороха, не видел жизни, не умеет там забить гвоздь, но он получил духовное образование. Или возьмем, сейчас очень много идет священники бывших военных. Там, например, полковника, который командовал, который знает, который организатор, который хозяйственник. Что для церкви предпочтительнее? Ведь им же потом придется общаться с людьми и помогать им проблему решить. Ну, во-первых, для того, чтобы быть хорошим священнослужителем, возраст не помеха. Это может быть молодой человек или может быть человек в возрасте. А организаторские способности же здесь тоже играют немаловажно? Ну, очень много человек постигает вот в служении, и не все сразу появляется. Есть погрешности у человека в возрасте, который вот жил одной жизнью, да, и резко меняет образ жизни и пытается быть хорошим священнослужителем. У него тоже, он тоже не всегда совершенен, у него тоже бывают проблемы. Как раз-таки те, кто пришел, грубо говоря, из взрослых людей уже в священники, они становятся более истовыми, что ли, священниками. Они ведь нагрешили-то больше. Ну, даже Мария Магдалина, она же... Ну, не только нагрешили больше, у них больше опыта. Да. И они своим опытом могут поделиться с подобными себе. А у молодых это немножко другой опыт, другое видение, но в рамках, в рамках не только традиции, но и учения, и правил церкви, они также делятся своим молодым опытом. Мне кажется, каждый интересен по-своему, и в церкви приветствуется любой возраст. Ну, например, гипотетически предположим, что я священник и вы священник. Вот вы с вашим возрастом опытом, я со своим. Придет, допустим, какой-то верующий военный, я не служу в армии, каким я буду для него авторитетом являться? Ну, я считаю, что военный никогда к нам не обратится за опытом армейским. Ну, образно говоря. Да, просто я считаю, что нам есть о чем говорить. Потому что у нашей армии и у наших военных очень мало церковного или просто духовного опыта. Да, армейский есть, начиная от закалки, кончая какими-то знаниями, умениями, но духовного опыта очень мало. Очень мало. Поэтому я думаю, что если человек будет спрашивать о чем-то священнослужителя, особенно какой-то специалист, то он не будет спрашивать с позиции своих собственных и своей специфики образования или положения. Потому что ему и этого будет своего предостаточно. Он будет спрашивать о духовных вещах, которые священнослужитель знает. И это будет нормально, потому что спрашивать священника о военных каких-то там вещах, это будет совершенно несерьезно. Смысл тогда всего. То есть, грубо говоря, прихожан... Каждый должен быть на своем месте и сходить из позиций своих и спрашивать то, что как бы в чем специализируется человек. То есть, у прихожан нет такого, что вот ты молодой священник, поэтому к тебе с этим вопросом я не пойду. Ну, вы знаете, в вере, как и в любви, все возрасты покорны. А каким будет диплом или подтверждающий документ людям, которые закончили вот эти вот курсы? И что потом с этими бумагами можно сделать дальше? Можно ли пойти будет в обычный вуз или только вот в академию духовную? Ну, во-первых, диплом, который будет по окончании наших богословских курсов, он дает право принимать сан, да, если тебе желание принять сан священнослужителя и в дальнейшем продолжить свое образование в академиях, семинарах, академиях нашей русской православной церкви. Это специалист, которому смело можно доверять определенный класс, группу людей для того, чтобы он мог преподавать. Потому что не секрет сегодня, когда у человека нет достаточного образования, он может от себя тяну такую нести, что совершенно не приветствуется. Скажите, а вы по опыту можете сказать, как много людей эти курсы не выдерживают, не проходят? Ну, может, разочаровываются, но бывают же такие. Я знаю по Питеру, вот первыми, где появились подобные курсы, они были в Санкт-Петербурге, ипархиальные такие богословские курсы. Я бывал там много раз, я не видел разочаровавшихся. Это очень интересно. Это какое-то такое, даже для многих, для тех, кто учится в других заведениях, это добавочное такое образование. И открывает совершенно другой мир, другую сторону. Ну, это образование, это даже не то, что бывает в светских узах. Потому что там позиция и научная, и все-таки позиция специфическая такая, православная. Потому что у православия совершенно немножко другое видение, есть, так можно сказать, другое отношение, нежели это бывает у многих специалистов, не воцерковленных, не православных. Спасибо большое, Владыка. Я напомню, что сегодня мы говорили о богословских курсах, которые впервые за долгую историю нашей области открываются 1 сентября в Благовещенске. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»